здравствуйте уважаемые зрители очередная китайская ручка ко мне пришла эта ручка джинхау пришла на такого пакетика упаковочном сторонку удивили меня ее размеры совершенно ну как вам с чем бы вам сравнить вот например телефон видали какой размер значит я даже не хватает циркуля чтобы его померить получается приблизительно длина 149 миллиметров вот тут уже почти на исходе практически 140 где-то так 149 миллиметров вот толщина ручки толщина это 15 миллиметров вот толщина колпачка самом практически большом месте 17 миллиметров вставляете какого размера с другой стороны она очень хорошо смотрится это у нас джинхау принципе ручки очень хорошие джинхау мне они нравятся 159 модель защелка на защелке нанесены логотип джинхау здесь на ободке как вы видите тоже нанесены модель и логотип джинхау что мне нравится это откручивающийся собственно корпус ручки она такая достаточно увесистая перо 5 миллиметров как говорит производитель на пире у нас нанесены джинхау перо с узором на пире логотип джинхау собственно пиздинхау и 18к джи пи что это такое непонятно фидер сам достаточно такой тоже мощный вот это вот уважаемым нашим зрителям смотрите внимательно какое перо какой фидер корпус это черный наверное все таки это черный пластик здесь вроде бы как металл на резьбе вот то что вот мы обсуждали кстати с одним из моих зрителей вот корпус на корпусе тоже есть резьба корпус пластиковый а здесь как бы металл хотя мне кажется тоже пластик вот думаю если без фанатизма это все закручивать будет нормально абсолютно далее что дальше скручиваем колпачок собственно чернильный механизм обычный поршень с резьбой здесь тоже написано джинхау на ручке вращения корпус делал очень качественно кстати вот хотел сказать ручки которые известны фирмы м.б. которые они сам этот механизм приема чернил достаточно такой хлипенький вот это очень качественный механизм у этой ручки ну конечно можно его снимать использовать картриджи сюда очень плотно надевается на все это дело сейчас посмотрим как она еще и пишет потом все вернем а да мы можем ее взвесить еще ручку смотрите как сейчас это сделаем опять же посмотрим сколько она весит и так в общем 48 грамм почти 50 видите как видите как стало у нас все четко сразу меряем сразу длину высоту и и собственно и вес так закрутили сейчас мы будем заправлять заправим ее синими чернилами первая заправка будет и смочилась даже внутри поэтому как то она о пошло внутри видимо там нанесено какое-то вещество все-таки она еще не до конца смачиваются чернилами сейчас мы это дело еще разочек забравим вот уже лучше так немножко сбросим лишних пару капель и случай так вот собственно мы заправились лишние убираем секундочку сейчас все это протру убираю чернили лицо конечно измазюкался в чернилах весь ну ладно посмотрим как она пишет сейчас перо такое скажем так средней жесткости перо средней жесткости хорошо очень набирает чернила достаточно мягко пишет ну давайте что-нибудь такое напишем интересно так традиционно вот 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 ну вот так вот не знаю мне нравится как она пишет все-таки немножко жестковатая надо перо чуть-чуть перерабатывать слышите как она немножко движется но она все-таки достаточно качественно потому что смотрите можно и и тоненькие линии и толстые пожалуйста и так она пишет прекрасно смотрите и обратной стороной напишет смотрите какие тоненькие линии в общем ручка ручка хорошая можно покупать можно убрать и очень удобно и посмотрите она очень такая увесистая очень прямо вот руки лежит и так полевые испытания прошли посмотрели как ручка пишет из лазюкал свету в чернилах весь но это нормально значит что по этой ручке делаем выводы ручка достаточно своеобразная изготовление качественное ничего не болтается защелка жесткая по виду она по виду простенькая но может быть в этом и такая фишечка перо 5 миллиметровое перо открытое красивая 0 5 миллиметров толщины пишет достаточно плавно чернила не теряет и позволяет вот кстати из как с нажимом так писать и без нажима шла посылка порядка 20 дней стоимость собственно ручки 250 рублей все представляете не идет ручка хиру новая модель меня попросили подписчики определенную ручку заказать вот я заказал она очень похожа на старые школьные ручки вот посмотрим тоже как она пишет и еще одна хиру еще одна модель идет поэтому вот из всех которые ручки я смотрел на данный момент вот мне выделяется особенно хиру и джинхао это качественные китайские ручки то есть это никакая не подделка это заводские изделия и в общем-то рекомендую честно говоря покупать не не бегать за подделками а брать ну да она в общем не стоит не 500 тысяч миллионов но по крайней мере свои деньги она полностью отработали вот на этом все до свидания уважаемые зрители пишите ставьте нравится не нравится задавайте вопросы с удовольствием на них отвечу всем пока до свидания а